здрасте дорогие друзья я приветствую вас и сегодня у нас в гостях замечательный человек это капитан первого ранга в мсс сша гарри юрий табах привет юр ну а я должен сразу предупредить тут говорят что ты самозванец что нет такого звания капитан первого ранга в мсс сша так вот дорогие друзья капитан первого ранга это перевод на русский язык у юры если быть точным у него звание капитан of United States Navy, капитан, это аналог звания капитан первого ранга в ВМС России, а также тем, кто говорит, что Юра самозванец, потому что он аптека, я напоминаю, что дополнительное образование в армии Соединенных Штатов приветствуется, потому что, вот ты знаешь, Юр, чем отличается офицер армии США от российского офицера, главное отличие офицер американской армии слегка пьян, выбрит до синевы и с трудом отличает Баха от Оффенбаха, офицер российской армии слегка выбрит, пьян до синевы и с трудом отличает Эдита Пьеха от Эдиты Нафиг. Сейчас отличают, потому что вот на острове Змеином они уже думают, что лучше, наверное, надо было все-таки отличить, когда их послали к Эдита Пьехе, русский водитель, а они пошли ко дну, наверное, надо было лучше идти туда, куда их послали. Ну и сегодня мы знаем, что они все убрались с острова Змеиной, так что Одесситы, пока что вы уже, значит, в безопасности. Да, тут, конечно, это было совершенно шикарно, газета РУ с разницей в несколько минут разместила первое объявление, что глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что российские войска покинули остров Змеиной, но официального подтверждения Минобороны России пока нет. Следующее объявление через несколько минут. Вооруженные силы Российской Федерации в качестве шага доброй воли завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиной и выявили находящийся там гарнизон. Вот как. Ну, по этому поводу уже украинцы хорошо пошутили, они разместили фотографию могильной плиты, на которой написано погиб в качестве акта доброй воли в ходе выполнения заданий в рамках спецоперации. Вот мне логично. Опять, Юр, ты вот знаешь, ты вот начинаешь вот на Россию вот прям так, ну как это я тебе хочу сказать, но это же и был жест доброй воли. Это был жест доброй воли российским морякам. Они их оттуда убрали, потому что их там реально штабелями клали. Поэтому это так вот по доброй воле там утопили российские корабли, флагман, разбили все там, поэтому добрая воля все-таки победила. И Россия по доброй воле забрали оттуда оставшихся своих контуженных от бомбардировки. Ушли. Молодцы. Поздравляю. И вот в этой связи, Юр, как раз вопрос, теперь уж, как говорится, шутки в сторону, вопрос серьезный. Вот это все происходит после саммита НАТО, на котором, как известно, Швецию и Финляндию принимают теперь в НАТО. Турция сняла последнее ограничение. Столтенберг заявил об увеличении сил быстрого реагирования НАТО с 40 до 300 тысяч штыков. И президент США Джозеф Байден заявил о том, что США увеличивают военное присутствие в Европе. В частности, количество эсминцев в Испании будет увеличено с 4 до 6. Штаб 5-й армии будет размещен в Польше. В Британии будут направлены две дополнительные эскадрильи истребителей пятого поколения в 35. Силы ПВО в Германии и Италии будут увеличены. И будет размещена дополнительная бригада на ротационной основе в Румынии. Юр, два вопроса в одном. Первое, насколько это выполнимо и в разумные сроки? И второе, насколько это серьезная сила? Ну, разумные сроки я не знаю. Это все будет зависеть от политической воли, от сколько выделит на это бюджет и конгресс. Пока что политическая воля ноль, потому что по Лен-Лису Украина получила ноль. Но все, конечно, этому радуются. Наверное, это что-то показывает Россия. То есть мы вводим, если в общем так говорить, обратно то же количество войск, что и было во время Холодной войны. Только там теперь базы постоянные будут в Польше. То есть ротации не будут. Там постоянно будут находиться наши войска, что Польша уже просила давным-давно и готова была расплачиваться. Потому что Польша, знаешь, история такова, что она боится все-таки России. Она понимает, что это непредсказуемый такой сосед у них, с которым они хотят как бы подальше от него держаться. Вот. Поэтому сроки, я не знаю, это займет какое-то время по-любому. Потому что если мы там ставим базу, то мы должны инфраструктуру выстроить. Это значит, семьи должны туда переезжать, военнослужащих. Это школы, это больницы. Это много всего, чего надо там выстроить. Наверняка у коряков кое-что уже там стоит. Но все равно это нужно делать. Но опять же, это мое сугубо такое мнение. Но я думаю, что Путин на это сильно не реагирует. Говорит, ну и что? Ну и что, подумаешь? Ну, Клинтон убрал второй флот, который был против Советского Союза. Трамп ввел обратно второй флот, который теперь против России. Но Украине с этого что? Как это? Сегодня у нас идет третья мировая война в Украине. То, что в Европе будет больше американских войск, то, что они будут в странах НАТО, это все хорошо, прекрасно. Но там война не идет. Война идет в другом месте. Она идет в Украине. А вот что Украина с этого получит? Оружие дайте, вот это вот оружие дайте Украине. Эту войну можно остановить быстро. Дать оружие Украине, чтобы она могла вытянуть эту мировую территорию. И разрешить в Соединенных Штатах добычу нефти и газа, чтобы не зависеть от российской нефти, как это было в предыдущей администрации. И обрушить цены на нефть, чтобы Путин не получал по миллиарду долларов в день за это. И все. Я думаю, больше делать нечего. Банкротить его, санкционировать его со всех сторон, ввести наконец-то эти санкции из ада, которые были обещаны, и дать инструменту Украине, с которым она сможет перейти в контрнаступление, а не держаться еле-еле, пытаться оборонять свои фланги и быть в постоянной обороне. Поэтому, что это НАТО собралось, что она это сказала, что опять же сильные выступления, такие горячие речи, вот мы ему покажем, Кустину мать и все такое. Но мясо, мясо, где оружие? Оружие для Украины, где война в Украине идет. В Украине каждый день гибнут дети. Каждый день гибнут дети от этой террористической войны. А то, что укрепляется НАТО, ну хорошо, я вас поздравляю. Но тогда вопрос. Байден вот недалее, как сегодня, заявил о том, что Украине будет передано порядка 150 тысяч или что-то в этом роде противотанковых средств. 600 танков и, по-моему, столько же дальнобойных орудий и химарсов. Точные цифры я не помню. Но, опять же, сколько времени потребуется для того, чтобы передать это? Столтенберг заявил весьма и весьма конкретно. Он сказал, что с 40 до 300 тысяч будет развернута к январю 2023 года. О, конкретика. Конкретика. А здесь когда? Посмотрим. Ну и теперь давай посчитаем. Потому что президент Зеленский говорит, что погибает от 100 до 150-200 воинов каждый день в среднем в Украине и гражданского населения. Раненых 500 человек. Ну, посчитай до февраля 2023 года. Сколько крови вылится в Украине. Даже если есть сколько химарсов, хаймарсов. По-русски говорят химарсов, хаймарсов. Неважно. Мы прекрасно понимаем, о чем мы видим. Сколько и каких передадут. Опять же, сколько и каких, и когда. Это все, знаешь, мы же еще ждем этих санкций из ада. Мы же еще ждем, что Путин не удержится у власти так долго. Мы же ждем этих обещаний, которые два года тому назад были даны. Они никак не появятся. Поэтому они обещают. Но я, опять же, я буду... Где эти самолеты? Где эти МИГи польские? Я никак не могу понять. Где эти С-300? Почему на Киев, на Хаду падают ракеты российские? Старые, плохие? Ну, какая вам разница, какой ракетой вас убьет? Старые или новые? И, ну, убивает же это украинские. Убивает же это гражданское население. Ну, и военное тоже. Да, конечно же, они водятся. Вот остров Змеиный отбили. Но все равно люди здесь гибнут. Гибнут каждый день, а уже нет. Есть вот это вот по капле, по чайной ложечке. Вот четыре Хаймарса. Да, они бьют, они молодцы. Они метко бьют, хорошо бьют. Украинцы знают, как им пользоваться. Но они не дальнобойные. Они 80, что-то такое, километров. А на гаубицы 177. Да, прекрасные гаубицы. Хорошо, но их мало. Но их все равно мало, недостаточно. Ну и потом снаряды, которые для них идут без GPS. А надо бы с GPS. Поэтому дается мало и дается не самое несовременное. Должны были дать четыре Грей Игл. Это беспилотники серый орел. Очень такое современное оружие. Тяжелое. Одно из последних наших вооружений. Но сказали нет. Нет, потому что надо поменять там сейчас какую-то высокотехнологическую аппаратуру. Потому что вдруг это попадет русским в руки. Понятно. Потому что, во-первых, он сам себя уничтожает, если что. Во-вторых, помнишь, лошарик они взяли как бомбочку и решили ее там зубилом открыть, и она взорвалась прям. У нас есть вещи, которые предотвращают, чтобы не попало к врагу в руки. И даже если они это поймают, что там такие высокие технологии, что я не думаю, что Россия сможет это скопировать. Не могут они этим зубилом и молотком это вскрыть. А потом я не понимаю, почему наши администрации сегодняшние так волнуются, что это может попасть в руки Россия. Они как-то не волновались, что на 100 миллиардов долларов высокотехнологического оружия, самолеты, вертолеты, боеприпасы, ночного видения все попадет Талибану в руки. Вот тут они что-то не волновались, что все попало в руки Талибану. А здесь они боятся, что беспилотник попадет в руки россиянам. Ну, вообще, это война. Тут риск есть. И все, что угодно. Это не должно останавливать. Это не должно быть, что предотвращает их передать оружие Украине. Да я тебе больше скажу. Напомню исторический факт нашим зрителям, что в свое время, в конце 50-х годов, Эйзенхауэр, президент Соединенных Штатов, подарил Хрущеву вертолет Апачи. Подарил. И его по приказу Хрущеву пытались скопировать. Не было тогда Апачи, но Апачи – это последний. До этого была Кобра. Но это еще не было. Ну, новейший американский вертолет. Скопировать его не смогли. Просто не смогли. Я такого знаю. Например, Орионы наши, П-3, они тоже скопировали. Они не могли понять, что это за антенна торчит их у хрущевства. Они просто трубу провели и поставили, чтобы это выглядело как приказ. Но толка она никакого не имела. Они точно так же это скопировать, они не могут. Но сегодня, Верху, это же им нужны технологии, им нужны экспорты. Я небольшой инженер в этом, но я понимаю, что это практически возможно. Даже китайцы могут, в принципе, это скопировать. Ну, и вот в этой связи неизбежный вопрос. А чего тогда тянут? Я вот этого не могу никак понять. Ведь это не в интересах Соединенных Штатов. Это война. Любая война уничтожает бизнес. Любая война. С одной стороны уничтожает бизнес, с другой стороны это строит другой бизнес. Военный бизнес, медицинский бизнес. Многие бизнесы, кому война, кому мать равна. Я считаю, что там много разных причин, почему они это делают. Это Давос, в первую очередь. А во вторую очередь, они больше боятся победы Украины, чем победы России. Потому что Россия не знает, они могут договориться с Путиным. Это все понятно. А Украина, они на большой геополитической роли не играют. И, как бы, я думаю, что они даже договорились ее поделить давным-давно, еще перед вами. И Клинтон должна была стать президентом. Опять, это мои догадки. У меня нет показательства этого. Но я думаю, что они боятся, что центр тяжести в Европе сдвинется. Как с Израилем. Как с Израилем. Израиль стал регионным. Влияет на весь регион. Вот такая маленькая страна. Она, вообще-то, влияет на Российский мир. Потому что в новостях только в Израиле. Вот последние, там, 50 лет. По сравнению, сколько территорий Израиль занимает, сколько времени в новостях он занимает, это совершенно нерационально. То же самое, они боятся, что сдвинется центр тяжести с Европы, с Франции, с Германии. Передвинется на Украину, Польшу, Балтийские страны. И здесь будет решаться дальнейшая судьба Европы. И вот этого они боятся. Они боятся, что будут такие молодые лидеры, как Зеленский, такие неполитики. Это новая эра, которые не будут играть по их правилам. И они не хотят этого. Они хотят продолжать создать такой большой социалистический лагерь. Такой из мира создать такой большой Китай. Кстати, о Китае. А в Соединенных Штатах не забывают, что сейчас уже там эскалация вокруг Тайваня пошла, как говорится, не по-детски. Там уже несколько раз китайские истребители нарушали воздушное пространство Тайваня. С одной стороны, да, это понятно. Они смотрят, что происходит. Они смотрят, как мир реагирует на то, что происходит с Украиной. Иран тоже так же смотрит, что происходит с Украиной. Это будет действовать так против Израиля. Ну и так далее. Все эти тираны, все эти сумасшедшие, они смотрят, Северная Корея смотрит. Все смотрят, что будет и как мир будет реагировать на то, что происходит в Украине. Но Китай, как бы они говорят, что нет, они военным способом не будут брать Тайвань. Что это только дипломатическим способом, и они как бы это подтверждают. Но мы посмотрим. Знаешь, Китай, говорят, вот у меня была встреча с одной женщиной, она китаистка, наверное, правильно сказать, живет в Тайване, она профессор китайского. Его зовут Ольга Рапопорт, рекомендую тебе у нее взять интервью, чрезвычайно интересно. Она рассказывает, как китайцы дают месседжи и дают все, что они на украинской стороне, что они хотят быть стратегическим вооружением с Украиной против России как раз. Но они это делают по-китайски, поэтому мы не понимаем. Они делают это своими манерами. И вот она, человек, который, в принципе, и китайец в нашем облике, и говорит по-русски, но у нее такие китайские мозги стоят. И она всю жизнь в Китае. В Тайване, она профессора в университете. И очень интересно было с ней говорить, как Китай реагирует. И она говорит, что нет, Китай не будет нападать на Тайвань военным способом. Вообще-то это китайская такая традиция. Они никогда войну не начинают против кого-то. Они как-то завоевывают китайцами. Ну, исключение, тем не менее, в 79-м году было. Китайско-Вьетнамская война. Но это единственное исключение, которое я помню. И даже Мао Цзэдун, он сформулировал китайскую стратегию. Враг наступает, мы отступаем. Враг остановился, мы тревожим. Враг отступает, мы преследуем. Да, те, которые начинали войну против Китая, оказались Китаем. Ну, в общем, да. Юр, а теперь вопрос-то вот какой. Вот по поводу именно отношения американцев к событиям в Украине. Вот тут моя информация, она расходится. По одной информации, что американцам надоела тема Украины, и они действительно считают «Америка the first». А по другой информации, что все больше и больше граждан Соединенных Штатов, они поддерживают Украину и требуют от Белого дома решительных и практических действий. Где правда? Как ты считаешь? Я думаю, как всегда, виноваты евреи, знаешь. Ну, это понятно. Мы всегда виноваты. Правда, где-то посередине. С одной стороны, да, конечно же, был опрос. Я опросам сильно не верю, но был опрос, который говорит, что 70% американцев за то, чтобы дать тяжелое оружие Украине, чтобы Украина могла разбить российскую армию в пух и прах. Такой опрос. Конечно же, американцев сегодня не это в новостях. Мы продолжаем. В Америке у нас продолжается война против Трампа. И у нас Верховный суд решил, что аборты, вопросы по аборту должны решаться не федеральными властями, а штатными властями. Поэтому у нас сейчас целые перевороты, опять погромы, опять все идут на улицы Соединенных Штатов Америки, и угрожают судьям, жены дома. В общем, у нас теперь увели внимание от Украины на вот это вот вопросам по абортам. И вопрос, конечно, расследований идет в Конгрессе, которые сегодня слушали. Идут по 6 января 2021 года, обвиняют Трампа в попытке переворота. В общем, и там и идиотские вещи идут. Война сегодня враг номер один не Путина, не опасность мировому покойству и миру на Земле, а Трамп. У нас еще вот Трамп – это самая большая угроза миру, и поэтому идут такие разборки и война. Но готовятся они, конечно, к ноябрю. И к ноябрю будет сложно сегодня администрации показать прогресс в Украине. Поэтому у них вот такие вот много отвлекающих маневр. Конечно, американцы не любят смотреть картинки Кучи, Зеркени и так далее. Их у нас показывают. Не показывают, что творится в Мариуполе. В Харькове бомбят города современные, европейские города, бомбят самолетами, бомбами. Непонятно почему, никто не может. И Европа стоит в стороне, и Соединенные Штаты стоят в стороне. И как бы наблюдают за этим, но осуждают, конечно, и все такое. Но я тем больше того скажу, я был в Ерпене, был в Буче, был в Бородянке. И я сделал небольшое видео. Просто заснал там, где я хожу, где я разговариваю с мэрами этих городов. И я увидел себя на канале на Ютубе. Что ты думаешь? Поставили в серую зону. Нет, это... Юра, вот тут я могу тебе сказать. К сожалению, дорогие друзья, правила Ютуба таковы, что это дело не в конкретной Буче и Ерпене, а дело в том, что жестокие кадры, их Ютуб не допускает безотносительно чего бы то ни было. Если ты хочешь, чтобы это увидели, это надо выставлять в Телеграм-канале. Вот в Телеграм-канале там никто ничего не забанит. Вот почему сейчас многие продвигают свои Телеграм-каналы, их развивают. И сейчас наблюдается уникальная ситуация, когда у людей на Телеграм-каналах становится больше подписчиков, чем на Ютуб-каналах. Это действительно так. Это правда. Я не придумываю ничего. Это действительно так. Можно сказать, что у меня там никаких жестоких кадров нет, кроме как разрушенных зданий. И где я комментирую, что и там вот эта могила огромная, но там это просто крест стоит на нем, и все. Это земля. Я просто говорю, что кровь этих людей, и в ответе не только Путин, но и другие мировые лидеры, и президент Байден, кровь этих людей тоже на ваших руках. И вот за это, я думаю, они меня банят. Нет, я так думаю, банят они. Но, Георг, нам важна правда. Банят они с другой. Тебе надо было сделать иначе. На Ютубе разместить анонс, где ты на фоне деревьев, цветочков, василечков, а полный ролик размещать в Телеграм-канале. Вот тогда ничего бы не было, и наоборот. Я не знаю, мы сейчас с тобой потом поговорим, у меня не грузится, мои видики на Телеграм-канал, я не знаю почему. Ну, это мы отдельно с тобой поговорим. Добрый день, вы в эфире. Давайте примем звонок. Добрый день, Георг. Я с удовольствием слушаю абсолютно все ваши интервью. В свое время Задорнов в своей репризе сказал, популист это попу что, а вот этот лен-лис, который они сделали, это попу что. Вы можете хоть какую-то ясность в этом есть? Ну, понимаете, это же не просто кто-то один это придумал. Это было внесено еще в январе этого года республиканскими конверсменами, чтобы дали лен-лис, чтобы дали необходимые вещи для Украины. Но они это сделали не потому, что была уже война, это было даже еще до войны, а потому что они считали, что Украине нужна помощь. Украина, если ее вооружить, то это предотвратит войну, предотвратит Третью мировую войну с Россией. Так как они понимали, что пришел очень слабый лидер во главе Соединенных Штатов Америки и Ирак, и РАЗ-БУЛА, и разные террористические организации, Северная Корея начали себя вести. То есть мы сразу видели, что в начале 21 века началась бомбежка Израиля, начали себя вести, Северная Корея начала запускать баллистические ракеты, тестировать опять. Мы видели многие, и Россия стала стягивать войска к границам Украины. И для того, чтобы предотвратить это, они решили, что надо вооружить Украину как можно быстро и без ограничений. А это сделать можно ленд-лисом, то есть развязать руки президенту, адресом советоваться, отдавать то, что этой стране необходимо, чтобы она могла себя защитить. Или такой приемтивный ход был. Но в феврале уже началась война, и поэтому все сказали, подождите, ну наш ленд-лис подный, сенат сразу же проголосовал. Но потом госпожа Полоси просидела на этом один день, конгресс уходил в отпуск на две недели, это закончилось на две недели, под эти две недели они накидали туда разного барахла. Республиканцы не согласились на это, еще прошел месяц, потом Байден почему-то тянул, все-таки конгресс проголосовал за, некоторые были против из республиканцев, но опять не потому, что это было против Украины, а потому что там в этом пакете были вещи, которые или на их штаты не распространялись, на их губернии, или потому что там еще что-то было в этом пакете, с чем их не соглашались, их не выборщики. Но в конце концов это прошло большинство, вообще там большинство, там 24 конгрессмена, 400 с чем-то проголосовало, в общем мизерное количество. И все равно Байден просидел неделю, не 11 дней на этом, чтобы подписать 9 мая, подписав на это 9 мая, он ничего по этому делал. Более того, на саммите НАТО сейчас, на G сели семерки, ни в каких своих выступлениях, ни в каких, ни Байден, ни Милый, ни Остен, ни Блинкен, ни разу с февраля этого года не упомянули Ленд-Лиз, ни разу. Писать не стали, но не упомянули. Думаю, это такая вот партийная идет, поэтому я не ожидаю, что быстро по Ленд-Лизу Украина что-то получит. А тогда в продолжении вопроса, который задал наш уважаемый слушатель, но сейчас уже многие официальные лица в Украине говорят о том, что первые поставки ожидаются в первой декаде или в первой половине августа. Я не совсем понимаю, они-то это откуда берут? Поясни. Не знаю, им, наверное, говорят наши власти, что они дадут, потому что там целые списки Украина дала, то, что ей необходимо. Наверное, они им обещают, но им уже давно обещают, слушай, уже два года обещают многие вещи, но Украина их не получает. И посмотрим, когда это придет, тогда мы будем обсуждать. Я надеюсь, что это придет, я надеюсь, что это придет в июле, в августе, ну, когда-нибудь придет. Опять же, хочу заметить, до августа, в первой декаде августа у нас еще сколько? Месяц-полтора, да? Там сколько? 30-40? Полтора месяца. Ну, 45 дней, да? 45 дней. Ну, да. Давай посчитаем, что такое 45 дней. Лето, каникулы. Вот помнишь, как у нас в школе быстро же эти 45 дней пролетали? Бог опять-таки, блин, это первый сентябрь. Вот сейчас давай посчитаем, что такое 45 дней. 45 дней, если президент Украины говорит, что погибает 100-150 солдат в день. Ну, это 4,5-5 тысяч человек. 500 раненых. 500 раненых. Погибших раненых. Да, покалеченных людей. Вот какую цену Украина платит, чтобы это пришло через полтора месяца. Господин, прошу прощения, у нас есть слушатель на линии. Давайте поймем. Давай. Добрый день. Вы в эфире. Спасибо, что подождали. Говорите, пожалуйста. Да, добрый день. Вот сообщение о том, что американский военно-морской флот вывел корабли из своего строя больше, чем он ввел новые. Вот как это отражается на способности военно-морского флота и как это коррелируется с быстрым ростом флота китайского? Ну, вы этот вопрос задаете морскому офицеру. Конечно же, это плохо коррелируется со мной и со всеми остальными людьми, которые связаны с морским флотом. И вооруженными силами. Но вот сейчас вы удивитесь. И сейчас вы удивитесь очень сильно, что я скажу. Вот в этом я не виню сегодняшнюю администрацию. Это длится уже довольно-таки давно, потому что вошли в строй. Это я даже не помню при каком президенте и почему, но это бывает. Мы с вами новый класс кораблей. Они такие, как катамараны. Очень выглядят сексуально, очень выглядят быстро и грозно. Но во флоте решили, я говорил со многими ребятами во флоте, и в чем моя дочь корабел, сказали, что эти корабли не чересчур дорогие, чересчур крупкие. Они больше простаивают в доках, ремонтируются, чем они патрулируют. Слишком, может быть, слишком быстро впереди эпохи идут эти корабли, их с ними не поэтому их выводят из вооружения, их отправляют в отставку и надеюсь, что будут наращивать новые корабли. Но вот этот класс кораблей уходит. это не 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 видна этой администрации. Понятно. Хотя в этом тоже. можно. Ну, я только могу сказать, что вот по имеющейся у меня информации, я, кстати говоря, тоже интересовался этим вопросом, по имеющейся у меня информации выводят из строя старые корабли. То есть, если судить по тоннажу, да, действительно, по тоннажу списывается в Соединенных Штатах больше, чем вводится по тоннажу. Но, понимаете, дело в том, что один современный эсминец класса Defender, например, эсминец это старое название, эскадрин и миноносец. На самом деле, правильно такой класс кораблей называть Destroyer. Потому что, ну, такой эсминец класса Defender, он отслеживает до тысячи целей одновременно. А что значит отслеживать? Он их уничтожает. То есть, я вот, чтобы было понятно, один такой эсминец, он может пустить на дно весь черноморский флот. В принципе. Опять же, это, я не хочу в дебри и в детальстве, это не то, что у нас решение принимается там день, два или планирование. У нас планируются эти корабли, построить корабли, они закладываются десятилетиями, двадцать лет вперед. У нас эти пятилетки, десятилетки, двадцатилетки. Поэтому, вот, единственное, что пошло не так, как было спланировано и финансировано, это вот эти новые корабли, которые еще служить двадцать, тридцать лет, их отправляют в, консервируют, в консервацию. Поэтому посмотрим, посмотрим, но это не очень хороший. У нас флот сегодня не в той, не в той форме, в которой он должен находиться. Юр, в этой связи вопрос, связанный с силами быстрого реагирования. Насколько я знаю, это силы, которые еще планировались при администрации Рейгана. Они планировались с таким расчетом, чтобы максимум через шесть часов быть в любой точке планеты. Причем в полной боевой готовности. Вот то, что они увеличиваются, ну, де-факто в семь с половиной раз. Это очень серьезная вещь. Это целая система. Это не просто какие-то отряды. Но у нас вообще-то всегда были силы быстрого реагирования. Она называлась морская пехота. Это те, которые моментально могли сесть на корабли, на самолет и вперед. Они всегда на готове перебегали. Это многоэшелонная система. И в ней состоят те вооруженные силы, которые моментально будут реагировать в течение любой точки мира. Есть другие эшелоны, которые помогают, для которых они создают плацдарм. И это зависит от операции, которую они должны проводить. Но это повышение боеготовности вооруженных. И вот в этой связи вопрос такой. Означает ли это, что теперь страны Балтии, в частности Литва, может вздохнуть спокойно, потому что Путин, как говорится, дурак, то он дурак, а мыл не ест. И атаковать странам в такой ситуации, но это уже полное сумасшествие. Нет, он, как говорится, козявки публично не ест, но уже их рассматривает. Так что уже он где-то на границе этого. Сейчас, как только он начнет есть, тогда послушай, страны Балтии, Украина, Беларусь, Казахстан, все страны, которые граничат с Россией, вообще никогда не должны ни при каких обстоятельствах. Неважно, будут в Америке силы быстрого реагирования или еще что-то. Сосед тяжелый, тяжелый сосед. Например, как в Израиле, у вас соседи тяжелые, сложные соседи, с которыми надо быть на чеку. То же самое с Россией. Россия это очень сложный сосед, с которым надо быть на чеку. Потому что никогда не знаешь, что они выкинут следующие. Это да. когда у них пойдет пена из-за рта. Да, я согласен. Сложный случай. Может прийти к власти а-ля Горбачев, который будет в Десен целоваться с Западом, а может прийти к власти вот то, что сейчас у власти. Это тут я с тобой соглашусь. помнишь, когда Брежнев сказал, ну, пошутили и хватит. И снял брови и передвинул их на усы. В России всегда может такое, что придет и тот, и потом придет этот, а потом опять все будут радоваться. Ну, наконец, Россия, Советский Ставец, стали цивилизованными, все, они уже все поняли, они уже покаялись, такие же, как и мы. В этом такая трагедия, что в Украине и в Европе нельзя понять, потому что они такие же, как и мы. Они похожи на нас, они гуляют, как мы, они веселые, они разговаривают на нашем языке, они любят женщин, они купаются в море, они такие, как мы, они слушают ту же музыку, что и мы. Они такие, как мы, это не арабы и не азиаты, они такие, как мы. И они ведут себя как абсолютно дикари с ядерной дубиной. Они стреливают мирные города ракетами, бомбами, давят танками, убивают гражданское население. Никаких правил, никаких конференций, которые они подписали, им вообще до одного места. Они военные преступники, они дикари, да дикари так себя не ведут. Поэтому в этом-то и весь абсурд, что мы видим, и мы видим в зеркале свое отражение, а оно себя ведет как бешеная собака. И вот в этом-то и есть вся трагедия, что мы не ожидали, никто не ожидал, что они начнут гусеницами давить детей. это страшно, это страшно, это опять же напоминает мою бабушку, которая объясняла, она говорит, как? Как мы не верили, что немцы могут себя так вести? Потому что мы не помним с Первой мировой войны. Это когда русские были пьяные, насиловали и грабили, это были джентльмены. Они никогда у тебя ничего не отбирали, они наоборот делились всем. А если они что-то брали, они расплачивались щедрым за все. Поэтому было сложно поверить, что немцы могут себя через 20-25 так вести. Одно поколение поменялось, в принципе. Ну и здесь, конечно, тоже одно-два поколения жили все вместе, в принципе. Такие-то. И вдруг они тебя начинают так люто с тобой обходиться. За что и почему понять невозможно. Кроме того, что ты, губашнику власти и других. Он охренел его окружению. А тогда вот скажи, вот вопрос-то с одной стороны простой, а с другой стороны сложный. Как ты считаешь, вот сейчас уже многие выдвигают разного рода конспирологические теории, что там у Путина там рак, то-се, трали-вали, что там зреет заговор, что там то, там все. Хорошо, давай предположим, завтра Путина нет. Убили, умер, амнигилировался или стал козявки кушать, и это всем стало очевидно, прошу прощения. Неважно, Путина завтра нет. Что-нибудь поменять в России? Опять же, вот эти конспирологические люди, которые уже 20 лет там говорят, что у него рак, что он умрет, что завтра будет переворот, вот эти заглавки, не забудьте поставить лайки, не забудьте забудьте это все я их называю хайпажорами. Они все как... И все 20 лет люди слушают. Мы хотим, но приятно слышать, что завтра будет рак, и он будет в муках этого умирать. приятно. И каждый день мы это слушаем, 25 лет слушают. Что-то он мразь не помирает никак, глаз так не слеет. И ракеты у них сейчас закончатся, ракеты мы пока долбашат и убивают мирное население. А я не знаю, у меня нет этой антенны с космой, что там придет и что там будет, но скажу такую вещь, когда Советский Союз развалился, он выступил в ООН и выступил перед нашим Конгрессом, он извинился за коммунистическую партию, все было осознанно. Россия уже хочет жить, начала ездить на Мерседес и БВ, ездить за границей, пользоваться компьютерами, начало изобилие в магазинах, появилось, казалось бы, ну все, все, все в одном этом шарике мелком, все, у нас, что нам разделить, вы поняли, что ваша система не работала, ваша идеология не работала, вы как скорее оказываетесь, и казалось бы, все будет хорошо. И я тогда, и я, и другие русскоязычные ребята, офицеры, нас стали искать, чтобы мы налаживали отношения с Россией, с бывшими странами и у каждого были бабушки, дедушки, много ребят из белогвардейцев, мой хороший друг тоже, я мыслим, что мы пойдем против, это было нехорошо для нашей карьеры военной, в войсках, карьера строится в войсках, она не строится, мы решили, что вот мы должны помочь, это наш долг офицеров, помочь России, он видел это, как его дедушка рассказывал про Россию, как напоминало, значит, этот фильм про охоту, про... особенность национальной охоты, у дедушки рассказывал, баллы конецкие, все такое, а потом он видит это пьянки, катары ходят, эти офицеры, немытые, один мат стоит у них, папиросочка во рту, и он говорил, что нет, это не русские люди, он высокий, он говорит, бритый же, там, где русские люди когда-то, видимо, обитали, потому что это было, но мы решили, что это надо помочь, а мой папа так, не уйдут, они из крепостного права, не уйдут, они потом вас обвинят во всем и вернутся, поэтому охранники охраняли не зэков там, потому что зэки все равно не ушли из лаги, они охраняли себя, чтобы их не загнали туда тоже эти зэки, не затянули, и он говорит, это все равно ничего не поможет, они все равно вернутся, где они всегда были, в крепостном праве, вы просто молодые, у вас, и мы говорим, ну как, ну это современный мир, сегодня есть телевизор, сегодня есть рарис, сегодня есть, что это такое, и вот сегодня видим, что это еще хуже, чем Советский Союз, что хуже, чем Политбюро, еще опаснее, когда Брежнев, он боялся войны, прожили войну, а этот сумасшедший, его окружение с этими орденами, с этими парадами, с этими взятиями, и так, нервного, сдача его, психоз, такой всесоюзный психоз, такое, такое групповое самоизнасилование, как бы сказать, и ничего не получится, поэтому ответ, я затянул с ответом, но ответ на твой вопрос, я думаю, может быть придет еще один, Ельцин, там Горбачев, кто-то еще придет, но они все равно вернутся обратно, оттуда, откуда они пришли, не могут они, нет у них Моисея, который провел их 40 лет попустую, нет. Ну, сейчас продолжительность жизни увеличена, поэтому, наверное, Моисею придется водить их не 40 лет, а минимум в два раза больше, чтобы вымерли все, кто родился в рабстве, но тогда у нас остается буквально три минуты, вопрос очень простой, тогда получается, что Россия обречена? У меня сегодня задали вопрос, кто у России, на одном из каналов, мне задали сегодня вопрос, кто у России партнер, что у России, даже Россия не партнер, даже Россия, сама с собой не партнер, у белорусов, но Белоруссия, это такой большой партизанский отряд, где партизанский отряд, бывший председатель колхоза, как обычные партизанские отряды в Белоруссии, только в этот раз командир партизанского отряда, он же оказался и предателем в этом партизанском отряде, понимаете, поэтому, поэтому, они обречены, они обречены, они уже себя обречили, и это будет с Россией, кто им руки не подаст долго еще, еще долго, это рано будет между Россией и Украиной заживать, но не в наш вверх, мы не дожди, это не вверх, но я думаю, что это как поляки и Россия, это долгая история, где они не забывают свою историю, они не забывают, и Россия сегодня это грязное слово, ты не хочешь иметь российский паспорт, это маркирует тебя как изгорь, хотя ты можешь быть прекрасным человеком. Да, к сожалению, Юра, ты прав. Есть, как активный ответ. Юр, спасибо тебе огромное за интереснейшую беседу, друзья, я напоминаю, вы слышали точку зрения капитана первого ранга ВМС США Гарри Юрия Табаха. Но я напоминаю также другое. Выводы делать всегда и во всем только вам. По-другому это не работает. До встречи, друзья, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова